16 к 3426.06.2018, обновлено, 16.39 26 июня 2018 года 8379815 Москва, 26 июнь, РИА новости. Качество хлеба в РФ следует проверять чаще, в том числе и независимым службам, считает председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Проверка качества хлеба, проведенная РС качеством по поручению Минпромторга, показала, что 86% исследованной продукции соответствует всем требования законодательства, а 32% из нее даже превышает по своим характеристикам действующие ГОСТы. Ни в одном из проверенных нарезанных батонов не были обнаружены токсичные элементы, микотоксины, пестициды и тяжелые металлы. Только 1,7% исследованных товаров имели отклонение по наличию картофельной палочки. Я ознакомился с этими материалами и рад этой информации. Но надо держать руку на пульсе и почаще проверять качество хлеба, в том числе и независимым соответствующим службам. Свой народ надо кормить качественным хлебом, но и за ценой надо смотреть внимательно. Потому что цена здесь играет большую роль, не менее важно, заявила Рия Новости Кашин. Трудно не верить такой уважаемой организации как Раскачество, но в то же время трудно не верить тем письмам и жалобам, которые поступали на качество хлеба. Одна наша служба говорит, что фальсификат на уровне 3,5% и все хорошо. Другая служба, Сергей Данкверта, Россельхознадзор, Ред, говорит, что 30%. Две службы и две разных оценки. Поэтому у нас перегибы бывают то в одну, то в другую сторону, руку надо держать на пульсе, пояснил депутат. Сегодня экономить на качестве зерна может только хлебопек с нездоровой головой, потому что в стоимости хлеба затраты самого хлеба минимальные, заявил Рия Новости зам предаграрного комитета Айрат Хайрулин. По его словам, если разложить на все составные части буханку хлеба, который в магазинах разных городов продается за 30-50 рублей, то непосредственно высококачественное зерно в нем стоит, примерно, 2 рубля. Поэтому я очень рад тому, что на сегодняшний день раскачество, проверив качество нашего хлеба, пришло к выводу, что пекут хлеб из нормального качественного продовольственного зерна, добавил зам предаграрного комитета. Субтитры создавал DimaTorzok